Дополнение Королева-Ведьма вышло 22 февраля, а видео с её обзором выходит в апреле. Врать не буду, этому есть масса причин, как очевидных, так и не очень. Но мы здесь, я здесь и я готов ответить на вопросы о том, насколько крутым я считаю дополнение Королева-Ведьма на долгой дистанции, когда все эмоции давно улеглись, а контент освоен. Как играем в Королеву-Ведьму мы сейчас? И как я чаще всего делаю в подобных случаях, предупреждаю, что мнение основано на сугубо моих впечатлениях. Наши с вами мнения могут расходиться в зависимости от множества факторов. От того, играете вы поодиночке или в команде, играете вы год или пять лет, а может быть как раз с Королевой-Ведьмы играть вообще в Destiny начали и так далее. Так что welcome в комментарии, ставьте оценку по десятибальной шкале и пишите свои впечатления. Мне будет интересно почитать разные мнения, особенно тех, кто как раз залетел в Destiny с этим дополнением. Ну а вот моё мнение. Пойдём по заголовкам, как в прошлом году. Сюжет, локации, звук, рейд энд гейм контент, сезон возрождения и изменения в геймплее и механиках. Сюжет. Самый читерский пункт, надо признаться, потому что я уже посвящал отдельное видео разбору именно сюжетной кампании. Так что покороче повторю мысли, а за полным мнением можете пройти к видосу, который я выкладывал на первой неделе DLC, кажется. Сюжетная кампания дополнения Королевы Ведьмы исключительная. Она не похожа ни на одно другое дополнение, что мы видели прежде. Давайте на чистоту. Вот чаще всего сюжетная история дополнений к Destiny выполняла практические функции. Представляла новых персонажей, новые локации, а потом обрывалась на полусловия. Даже в эталонном дополнении, по мнению сообщества, отвергнутые, сюжетные поручения ничем не отличались от содержимого плейлиста налетов. Пойди перестреляй баронов, чтобы почувствовать себя вершителем виндетты. Вичквин же ломает эту традицию. На этот раз, Банжи структурировали сюжетку скорее по образцу одиночных шутеров. Миссии бесшовно связаны между собой в единую цепь. Без раздражающей необходимости возвращаться за каждым новым заданием на орбиту и к заваля. Это мелочь, но она хорошо работает на погружение и атмосферу. Тут тебе и детектив, и хоррор, и боевик. Всё в одном флаконе, да ещё и с, пожалуй, красивейшими катсценами среди всех релизов Destiny. Единственное, к чему я мог бы докопаться по части сюжета – финальная миссия. Битва с боссом, ну уж очень затянутая и однообразная. Понятное дело, хотели эпика и сложности, но долго ковырять босса не равно эпично. Как по мне, не произошло бы катастрофы, если бы боссфайт порезали вдвое. Ну а финальная катсцена – вообще отвал жопы. Я уже в том видео про сюжет говорил, что образ свидетеля просто потрясный. И мне очень зашёл. Вопреки мнению многих, кто привык к предыдущим образом противников Destiny. В общем, сугубо говоря только о сюжетке. Она на 10 из 10. Столь высокий балл я ставлю не потому, что минусов нет, они есть. Просто относительно предыдущих дополнений и их сюжеток проделана столь заметная работа над ошибками, что я готов простить любые огрехи в этом отношении. Но вот с другими главами этого обзора такой трюк не пройдёт. И, спойлер, десятку больше не получит ни один из оставшихся критериев. Локации. С дополнением Королева-Ведьма в игре появилась одна новая локация. Огромная, запутанная, но лишь одна – Мир Престол Саватун. На самом деле, не вижу смысла превращать это в какой-то главный минус. Всё же, что касается новых локаций в игре, всегда важнее качество, а не количество. Уверен, что был вариант вернуть какую-нибудь локацию из первой части, но этого решили не делать. Разве что Марс в рамках двух миссий снова разрешили потоптать. Не более того. Мир Престол же, наверное, вторая самая запутанная локация в игре после Города Грёз из всё тех же отвергнутых. Во многом, Монат даже продолжает геймплейные решения, которые применялись там. Те же тайные пути, скрытые парящие платформы, которые открываются глазу только на ограниченное время, сбор предметов и секреток следует по той же схеме, и это неплохо. Город Грёз был во многом эталонной локацией, которая всегда подталкивала игрока вперёд, чтобы он совершал всё новые и новые открытия, и происходило это словно естественным путём. Жаль только то, что Мир Престол, продолжая эти идеи, не предлагает чего-то нового из удачных решений. И даже наоборот, некоторые старые геймплейные особенности излишне усложняет или не доводит до конца. Квест на очищенный квалихор, который игроки с жаждой разгадки выполняли вслепую, награждал триумфом и словно обрывался на середине. Затерянные секторы излишне нагружены в этой локации и усложнены. Здесь зачем-то появился захват платформ, заблокированные проходы. Этому не место в тайниках локации, которые изначально были приятным бонусом для тех игроков, кто привык совать нос под каждый камень или обломки в поисках лута. Да и продолжительность некоторых путей от зоны высадки до точки назначения зачастую очень утомляет. И узнав, что тебе нужно добраться в глубины локации, ты скорее закатываешь глаза, а не потираешь руки в ожидании приключений. Но она красивая, она многогранная и предлагает разные биомы игроку, чего прежде в Destiny кажется не было. Так что оценка всё равно высокая. 8 баллов из 10. Звук. Ну, тут мы быстро разберёмся, я понимаю, что не все придают этому такое значение. Думаю, многие из вас, как и я, и вовсе отключают саундтрек игры спустя пару месяцев и гоняют в активности под свои плейлисты или подкастики какие-нибудь. Я вообще редко играю в Destiny с музыкой, с любой, а потому особенно эффектно для меня может звучать новый саундтрек дополнений, когда я всё же поднимаю уровень громкости музла из игры выше нуля. Саундтрек Королевы Ведьмы получился словно слоёный торт. У нас тут и хайвовые мотивы, разбавленные новыми эсэмплами для придания загадочности и атмосферы зловещих тайн Королевы Саватун, и динамичные оркестровые треки, ставшие визитной карточкой игры с самого её релиза. А когда игрок добирается до рейда, то в его наушниках происходит, наверное, самое главное открытие. Саундтрек, вдохновлённый тьмой, их главной темой, флотом пирамид и дополненный просто великолепными звуками из геймплея. Все артефакты, силовые барьеры, релики звучат очень необычно и запоминающиеся. И вот, пожалуй, именно когда вы услышите весь саунд дополнения вместе с насыщенным рейдом, тогда вы и поймёте, насколько круто банджи поработали над звуком для Королевы Верьмы. За звук в дополнении я бы поставил 6 баллов, за рейд 9, так что давайте возьмём где-то посередине, пускай это будет 7-8 баллов из 10. Рейд. Теперь о самом рейде поговорим. Клятва послушника – это большое приключение для вашей команды, которое может удивить как новых игроков, так и ветеранов, которые с занудством проходят любой старый рейд одной рукой. Хм, рулкой. Эм, во-первых, его события разворачиваются внутри пирамиды, но попав туда, ты, честное слово, теряешься. Довольно часто вместо тесных коридоров корабля тьмы, мы увидим огромное открытое пространство, открывающее взгляду невероятные пейзажи. Вообще, дизайн рейда, пожалуй, самая великая работа банджи в этом дополнении. Коридоры с паноптикумом, древними скульптурами и артефактами создают ощущение скорее самого уникального космического музея, а не вражеской базы, на которую ты проникаешь с диверсией. Больше тут хочется разглядывать, чем стрелять. Ну и вообще, ещё на этапе ожидания рейда, когда ты понимаешь, что вот-вот впервые столкнёшься с обитателями пирамид, твои ожидания взлетают до небес. Ведь мы так давно этого ждали! Оправдать такие ожидания команде разработчика было ой как нелегко. Но они безоговорочно справились. Механики интересны и заставляют принять участие в прохождении каждого члена команды. Вагончикам тут просто так быть не позволят. Но, как говорится, не всё так гладко. Одним из минусов, на мой взгляд, стали затянутые промежуточные прыжки и потеря времени из-за размера локаций. Складывается чёткое впечатление, что если бы локации с теми же механиками перенесли на масштабы рейда «Хрустальный чертог», к примеру, то рейд сократился бы по времени прохождения на треть. Ещё клятва послушника стартовал с самыми большими проблемами. Множество команд, начиная от тех, кто бьётся за титул первых закрывших в мире, вылетали из рейда на Дэйване из-за череды ошибок. Банжи решили продлить гонку первого дня на ещё один день в ответ на эти баги. В итоге, как бы первые 48 часов считали за Дэйван. Эмблему за первый день тоже обещали раздать за первые два дня. Отчего теперь в сообществе срачи и сражения чуваков, которые мучили рейд 40 часов и считают себя Дэйванчиками, против тех, кто закрыл рейд нормально за 24 часа и раньше. В общем, цирк меренья письками, ей богу. Но осадочек остался. Очень грустно, что к запуску самой главной эндгейм-активности дополнения, игра оказалась совсем не готова. Оценка рейда 8 из 10. Эндгейм. Вот тут всё ой как непросто. Эндгейм-контент дополнения Королева-Ведьма как бы есть, но у него большие проблемы с мотивацией к освоению. Давайте я буду рассуждать исключительно по своим впечатлениям. И я уверен, что те из вас, кто играет небольшими командами или вообще в одиночку, не согласятся со мной. Но всё же. Одной из главных фич дополнения, о которой я ещё позже поговорю в видео, стал крафт-оружие. И вот насколько многообещающе звучит эта функция, настолько она и разочаровывающая. Нет, безусловно, игроки ждали возможности создать своё собственное оружие для Стража многие годы. Но в том ли виде, в котором мы его получили в феврале? Совсем нет. Главной проблемой стала экономика создания оружия, фарм образов и ресурсов, из-за которой всем новым эндгейм-активностям как бы больше нечего предложить, кроме того, что тут ты можешь получить образ оружия в красной рамке. Но беда в том, что почти 80% этого оружия как бы и нет причин ковать, из-за того, что есть аналоги получше, которые наверняка есть у каждого, кто играет в Destiny хотя бы, не знаю, год-полгода. Соответственно, пропадает необходимость как минимум в прохождении источника и как максимум в прохождении рейда. Ну ок, рейд крутой, в него ходят, потому что интересно, и есть эксклюзивные награды, экзот и испытания, но вот все остальные источники оружия с красной рамкой в слабом положении. В очень слабом. Я знаю, что хочу скрафтить хорошую плазменную винтовку из Стронного Мира. Хочу ППшку из рейда. Может быть, еще пару пушек. Но я не стану формить абсолютно все оружие для крафта постоянно в том же источнике или еженедельных миссиях. После достижения хардкапа они совсем теряют свою ценность. Так что поправьте меня, если я ошибаюсь. Ты прошел сюжетку, закрыл квесты на Глефу и экзотические пушки. Потом вспомнил про крафт оружия и даже выформил пару легендарок. Исковал их. Потом отвлекся на попытки собрать рейд. Закрыл его. Может быть, и вытащил несколько легендарных шмоток. Потом вспомнил про экзотическую Глефу и выбил ее. После чего потратил время на все тот же источник в попытках получить ее на других персов. А даже если у тебя это получилось, ты ее не используешь. Я угадал? А, ну да, есть еще сезонный контент. Так что давайте перейдем к нему. А за часть с эндгеймом Королевы Верьмы я ставлю 6 баллов. За высокие ожидания и интересные анонсы, но разочаровывающую реализацию. Сезон Возрождения Мое отношение к сезонам стало меняться за последний год, когда они стали хорошим инструментом для рассказа истории персонажей. Каждый следующий сезон это как сезон сериала. Интересные диалоги, события. В этот раз прям довольно драматичные изменения с порядком в авангарде последнего города. Но вот геймплейно, сезоны не могут предложить ничего нового, ценного и интересного уже на протяжении, не знаю, третьего года. Артефакт меняют, активность и набор шмоток. Притом активность одна и та же, от которой начинает подташнивать уже на второй неделе сезона, если не на первой. Ничего свежего в полях пси-сражений нет. Особенно тяжело, когда тебе обычные поля сражений попадаются в плейлисте авангарда, как обычный налет, а потом тебе еще сезонные закрывают для рубежа. Не знаю, может это я один так притомился от однообразных активностей на троих и шестерых игроков с подбором. Но пока что, я не вижу ни одной причины, по которой я бы включил игру со словами, ну а теперь пару пси-сражений пробегу. Так что, сюжет сезона крутой, а активности как всегда. Ну от силы 5 баллов из 10, и то только потому, что экзот-миссия есть на грейник в локациях первой части. Геймплей. Ну и самое главное, изменение геймплея. Я не буду говорить о ребалансе и модах, усложнять нет смысла, тем более, что это часто меняется. Я еще раз расскажу про крафт оружия и про пустотные обновленные подклассы. Угадайте, что из этого хорошо, а что плохо. И с чего мы начнем? Давайте с хорошего, ладно. Обновленные подклассы пустоты великолепны. Я всегда с нескрываемой долей иронии смотрел на идею билдостроения в Destiny. Зная, какие мощные и сложные связки существуют в других играх, билды в Destiny всегда выглядели как куличики из песочницы на фоне египетских пирамид. Однако переработка текущих подклассов и стихий может все изменить и значительно улучшить, при том не усложнить и не создать барьер для освоения новыми игроками, что очень ценно. На каждом классе теперь есть наиболее гибкая система способностей стражей, более точечная, чем когда-либо во второй части или даже в первой. Наконец-то мы начинаем забывать слова «верхняя стрелка охотника» или «нижняя нова». Каждый игрок сам волен играть так, как ему удобно. Я чаще играю на пустотном охотнике, уже который год, и потому для меня было важно, чтобы банджи сделали все правильно, без резких движений. И к счастью, они не подвели. Пустотные стражи стали сильнее, изобретательнее, а главное, доказали, что эти изменения давно напрашивались, и теперь нас ждет подобное обновление для подклассов солнца и электричества в следующих сезонах. Не видел ни одного недовольного этими изменениями игрока, так что вполне справедливо. Аксионку только вот понерфать бы и вообще классно будет. Ну а про вторую главную фичу, про которую я уже говорил, крафт-оружие, я так комплементарно отзываться не могу. Ждали, ждали, и вот дождались. В возможностях крафта нет даже всех типов оружия, не говоря уже об отсутствии главного – настраивать внешний вид. Да-да, не смейтесь, для любой многопользовательской игры главное – это то, как лихо ты сочетаешь хорошие характеристики своего шмота и его внешний вид. Потому было так много шума на запуске трансмога для брони в том году и столько недовольного гудения на релизе крафта пушек. Разумеется, это все еще будет допиливаться, как сама система будет меняться, так и ее функции. Но первое впечатление в данном случае крайне важное. Если игрок, залетевший в королеву-ведьму, не увидит ничего интересного для себя в системе крафта, не сможет понять для себя ценность этой функции, он забудет про нее. И потом, никакой Джонни Лейни или другие ютуберы не смогут заставить его поверить в то, что там что-то изменилось в лучшую сторону. Потому что поезд ушел. Внимание игрока – хрупкая вещь, которой нужно дорожить. Особенно в отношении таких сложных систем, как гринд, фарм, создание каких-то вещей в крафте. Этого не было в Destiny. Это нужно аккуратненько так было, с чайной ложечки подавать. С умом, не знаю, но не вышло. Эти принципы понимала команда, разрабатывающая сюжетку и весь нарратив. Они сразу зацепили игрока, сразу увлекли его в эти приключения. Но вот команда, отвечающая за крафт и эндгейм, к сожалению, не смогла расставить нужные приоритеты, на мой взгляд. Такое чувство, что они подумали, так, что там у нас любят игроки? Фармить. Ага, значит вот у нас 6 видов ресурсов для крафта, пускай они их фармят. Хорошо, что за серебро хоть их не предложили покупать. Смотрите, я, кор-игрок в Destiny, потерял интерес к крафту на первой же неделе дополнения. Что уж говорить про тех, кто уделяет игре по 6 часов в неделю или меньше. Так что крутой Void 3.0, крутой сияющий улей с воскрешениями, интересные загадки в Tron World, но унылая система крафта и отсутствие заметных изменений на улучшенных перках. Это максимум 8 из 10 за эту часть, 5 из которых на спине пустотных подклассов. Что ж, подводя среднее значение, оценка выходит 8 баллов. Получается, что на первых неделях, когда свежи впечатления о сюжетной кампании, мы все согласны с 10 из 10 оценкой. Но проходит полтора месяца, мы смотрим на то, как играем и как осваиваем новый контент, и видим, что пара баллов все же лишняя. По крайней мере, так обстоят дела для тех игроков, кто играет в моем режиме и темпе. Согласны ли вы с такой оценкой, или с какими моими тезисами не согласны? Пишите в комментариях, а также не забывайте поддержать существование канала, подписавшись на страничку проекта на Бусти. Там я разыгрываю редкие эмблемы, а ролики буду загружать без рекламы заранее. Спасибо всем тем, кто уже подписан. Сейчас нас немногим больше 50 человек, это уже четверть от цели. На вас все держится, буквально. Спасибо за просмотр, берегите друг друга и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok